Райан Эйр оползал на 2 часа Я говорю, просто воняет говно К нам прокатил дед и говорит, дайте мне денег Чинь Домой, с любым уедем Ой Смотрите Пустите нас У пиратов, черная метка Это самая красивая мумия в мире Посмотрела, мы вообще были на Красной площади Так началось моё путешествие в Палермо Так что Райан Эйр оползал на 2 часа Я не успеваю на поезд За меня девчонки тоже не успевают на поезд Очень крэш Welcome to Палермо Спасибо, не подождали Добрый день, мир Привет из Палермо Первые впечатления такие Мы с Леоной идём на завтрак, чтобы вы понимали Вот так вот выглядит центр города Давай, Дэн, твои впечатления Да, я говорю, просто воняет говно Куча мусора вокруг Непонятно, открыты или закрыты Магазины Мы сейчас идём на бомб Это Италия Здесь тоже сиесты И плюс ещё сейчас в августе Все местные отдыхают на море Поэтому народу ожидается тьма тьмущая Палермо — это самый крупный город Сицилии С населением в 630 тысяч человек И начинаем мы знакомство с ним С поиска кафе для завтрака Не можем найти нормальные завтраки Потому что итальянцы открывают свои рестораны в 12 А закрывают в час некоторые Поэтому не угадаешь, как они работают Во сколько просыпаться и во сколько идти есть Да, ну и на завтрак они едят исключительно булки Много булок, круассаны А у нас вообще-то здоровое питание Кафе Антикафе Шпинат Короче, мы нашли место Взяли кофе и круассан Давай зацени Вкусно? Или нет? Мы покушали Атмосфера здесь, конечно, не очень Посмотрите, вот это вот полермо Вот это вот грязь А вот это вот дрессированные голуби Которые ждут, когда мы уйдем Чтобы сделать вот здесь трэш Вот, посмотрите на шестов Обстановка, обстановка Мы никак не можем доехать до пляжа Потому что мы очень сильно тупим А еще мы оформили через приложение Трехдневную карту для транспорта Чтобы гонять безлимитно И только ее оформили Заходим в автобус И там, короче, контролер Который нас проконтролировал Мы продолжаем наше путешествие на море И в итоге Я знаю, почему мы остановились лишний раз И забыл увидеть, какой он сел Пойдемте поближе Мы находимся на площади Святого Доминика Основным украшением которой Стала одноименная церковь Сан-Доминика Она является вторым по значимости Религиозным объектом города И уступает лишь Кафедральному собору На который мы пойдем смотреть чуть попозже Построена она была в 15 веке И после несколько раз реконструировалась Конечно, очень печально Но вот такая вот грязь в центре города Вообще не радует Бон аппетит! Бон аппетит! Просто к нам подкатил дед и говорит Дайте мне денег Мы говорим, у нас нет Он говорит, тогда заплатите карты за мою пиццу Да, и, короче, я пошла и заплатила Карты за его пиццу Был голодный мчок Ну, в общем, плюсик к карте Купила? И дедушка не останется голодным Да, он без челюсти еще Бедный просто Мне не верится, что мы доехали И, наконец-то, мы идем на море Увидеть Палермо И не насладиться местными пляжами На побережье Теренского моря Я считаю настоящим преступлением Против самого себя Доброе утро из нашей темной квартирки У нас, конечно же, есть свет Натали уже завтракает Вот такое произведение искусства У нас сегодня на завтра Вот, короче, мы завтракаем Собираемся и едем на пляж Лена сказала, что я мало снимаю вчера Поэтому буду снимать больше Реалии Сицилии Сицилийского Палермо С одной стороны красиво С другой стороны Пипец Как грязно Воняет говном И пока Какого-то другого определения Я не могу дать Потому что это везде Во всем городе так Еще на глаз голода Так, мы дошли до трейнстейшн Общественный транспорт в Палермо Развит достаточно хорошо Но метро здесь на самом деле нет Поэтому мы всегда передвигаемся На электричках Либо на автобусах От станции Палермо Лолли На которой находятся наши апартаменты Мы доехали до станции Изола Делла Фэммени Которая дословно переводится Как остров к женщин И теперь идем искать Красивый пляж Нет, нет, Оль, объективно Просто посмотри Очень красиво Хорошо Подсмотри Белоснежные домики Город Где ты видишь Белоснежные домики Вон, вон, вон Один вон там Днеется вдали Мы ходим к морю По виду уже получше Сегодня у нас пляж вот такой Там крепость Ну да, много водорослей Поэтому пока не очень впечатляет Конечно, для нового места Разместились, когда никого не было Но, конечно же, люди не могли Уйти в другое место И пришли к нам Притягиваем Здесь водичка чистенькая Волная И мы идем купаться Кайфово, смотри на какая зеленая Сейчас по сравнению с горами Класс Вот такие горы Просто наслаждаемся моментом Две девчонки из Мордовии Живущие сейчас в разных странах Отдыхают вместе на Сицилии Ну все, мы выходим Продолжаю репортаж в Сицилии Мы немножко отдохнули И вышли гулять Нас классные black and white Короче, мы коннектимся Вот здесь, вот здесь Есть церковь Мы дошли до театра, да? Пойдем? Это театр Массимо Знаменитый оперный театр в Палермо Он расположен на площади Верди Является крупнейшим в Италии Рассчитан на 3200 мест И одним из самых больших в Европе При этом славится своей превосходной акустикой И занимает третье место По архитектурной величине После национальной оперы в Париже И Венской государственной оперы А мы все больше углубляемся в старый город И продолжаем знакомство с его достопримечательностями В Палермо все дороги сходятся на Кватра Канте Что буквально означает 4 угла Так неофициально называется на всех картах и путеводителях Площадь Пьяца Вильена Здесь сходятся две главные пешеходные артерии И по сути Кватра Канте завершила разделение старого города на 4 района Сразу за Кватра Канте находится одна из главных достопримечательностей Фонтан Притория Первый день в Палермо Мы немножко не по тем местам ходили Поэтому такое не очень впечатление На самом деле красота на каждом шагу Красота в глазах смотрящего Этот огромный и величественный фонтан Первоначально был построен в 1544 году во Флоренции Но был продан, перенесен и заново собран в Палермо в 1574 году У фонтана Притория есть второе название Фонтан Стыда По одной легенде такое название ему дали монахини из монастыря напротив Из-за большого количества обнаженных фигур в скульптуре По другой название появилось в 18-19 веках Когда для горожан фонтан олицетворял коррумпированные власти города И их главное здание как раз выходит на площадь к фонтану Наша следующая локация, как называется? Это церковь Матроны Это церковь Матрона? Матрона Матрона Ничего, не итальянка, простите Матрона пользуется большой популярностью у новобрачных А еще в ней сохранились уникальные византийские мозаики С 2015 года храм включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО Мы продолжаем гулять, бороться с гугл-навигатором и наконец выходим к кафедральному собору Палермо Богатая история обеспечила кафедральному храму разнообразие и смешение стилей Многоликое сооружение отразило всю сложную историю Сицилии Плодычество над островом переходило от одного государства к другому Здесь правили римляне, норманы, арабы, испанцы И наконец в 19 веке Сицилия была включена в состав итальянского королевства Короче, мы пробуем настоящий риманчелл, вот она вот так выглядит Лена сказала, что Таля, нужно пробовать Сицилии конкретно И мы решили попробовать Окей, давай Чинь Что? Как тебе? За что? Может быть, маленькую езжу? Вот эту? Вот эту? Да, вот эту Палечка просто был в полсе Она такая красивая Домой, в любом уедете Казахстан, бутылочка, стекло Стекло, содержимого-то нет, конечно Роза, символ Сицилии Сицилийская мафия оставляла розы Ну, типа, если у них был альянс Коза Ностра И они такие своим там противникам оставляют розу Это значит, что все Это, считай, черный билет Да, как это у пиратов Черная метка Тем временем мы уже подошли к набережной Пляжей в Палермо нет Но это с лихвой компенсируется живописными морскими пейзажами В самом городе расположен порт А набережная хорошо оборудована для прогулок и отдыха Итак, мы дошли до фонтана Здесь такой более современный, молодежный район Все чилят На лайте А есть подозрение, что в 9 здесь начнется светомузыка Фонтанное шоу Вот оно вот так выглядит А-а-а Брызги, конечно, взят О-о-о-о Пахнет, как мои духи Лимонные, цитрусовые Давай подниму, чтобы не протекло Ой Забыла, что она маленькая Сорри Чирс, мои дьерс Чирс Кайф, да? Заценили хендмейд лимончелло Но я даже не знаю, как ее описать Короче, Лена не знает, как ее описать Я знаю, как ее описать Лимонный крепкий ликер Похожий на шнапс А есть ощущение, что раньше в новогодних кульках были разные леденцы Одна из них была лимонная барбариска Типа, вот лимонная конфетка Да-да, лимончики Типа, как будто бы эти лимончики просто размещались с водой Ну и как бы добавили спирту Вот такой вот романтик Кайф Свобода, полерво Мы заказали в приложении Too Good To Go Пиццу за 5 евро Вы просто только посмотрите Сколько пиццы Ну да, вот моя рука, чтобы вы понимали Вот мой телефон Это очень много Да, вот Ну что, рекомендуем Погнали домой Идем кушать вкуснейшую итальянскую Сицилийскую пиццу Ну и все Приятного вам аппетита Доброе утро, мир Продолжаем путешествие по Палермо И сегодня мы идем в музей капуцинов Сейчас вам Лена расскажет, что это за музей Катакомбы капуцинов Сегодня мы прогитали Капуцин Да, в Google Maps и Википедии Что это? Захоронение монахов Под сводом собора Это катакомбы Которые однажды захоронили Папу, который там служил Наверное, он не папа Ну да, в общем Люди захоронили, забальзамировали тело священника Который служил в этой церкви И потом Это стало трендом Это стало популярно И богатенькие итальянцы тоже просили Бальзамировать тела их Умерших родственников И рецепт этой бальзамации Сейчас утерян Но она, в общем, будто бы спит И... ну, как Ленин То есть Вот она выглядит примерно как Ленин Да, и считается, что это самая красивая мумия в мире Ну, я бы посмотрела Мы вообще были на Красной площади Ну, что сказать Это был трэш Снимать было нельзя Поэтому все фото взяты с интернета Ну, а вы, если хотите такой экспириенс Welcome Если нет То лучше не надо Но непонятно Где еще ты можешь такое увидеть Поэтому в целом Как будто бы Если вы туда окажетесь То стоит туда сходить Но надо готовиться Мы все еще в Палермо Потому что итальянский транспорт Не очень хочет ходить по расписанию По крайней мере, городской Ждем поезда Потому что предыдущие мы опоздали Вот так ждем поезда Купили итальянское Айс-кафе Но по факту это как мороженое А еще есть вот такие штучки Вот эта штучка Она как творог А вот эта штучка внутри Какой-то хлеб Похож на творог Мы дождались своего поезда И теперь едем в деревню Под названием Портичелло Это место обещает быть очень красивым Портичелло Ой, неужели мы едем? Мы должны едить Итак, мы приехали на станцию С. Флавия И теперь идем искать красивую локацию Даже не так красивые локации Кстати, тут тоже нужно бюллетики всегда компостировать Либо чекинить в приложении Портичелло Это деревня и фишпорт На северном побережье Сицилии В 17 километрах К юго-востоку от Палермо Только посмотрите на этот кактус огромный Вот это я понимаю Нравится? Да Кайф Что, может тут приряда? Плюсую Так, мы добрались до Портичелло Просто посмотрите Так Гимнастка всегда гимнастка Так что не обращайте внимания Очень круто, что здесь практически нет народа И чистое прекрасное море В общем, лайк, рекомендарь съемка Место заценили Что, пошла пробовать водичку? Соленая? Соленая? Короче, посещала росте Все, а это наше местечко Пошли мы отдыхать До отдыха дело, конечно Дошло, и мы пошли на другую локацию Сойти, чтобы прийти вот к такому месту На самом деле это место потрясающей красоты И пляж здесь галечный Снимаемся с пляжа Идем смотреть дальше красивые локации Сицилия Это ослепительное разнообразие ландшафтов И микс разных культур Сверкающего моря И великолепных пляжей Пробираемся по зарослям Для того, чтобы увидеть лучше красивый вид Также Сицилия Это место сплава богатой истории и традиций С живописной природой И особым жизненным кладом Мы выбрались из зарослей Мы выбрались на ту же локацию Вот так она выглядит в вечернем свете Пока мы добирались назад Мы узнали о трагическом инциденте Здесь, в Протечелло, сегодня утром Затонула супер-яхта На борту которой находился британский миллиардер Майкл Линч с его семьей В основном случившееся объясняют наступлением внезапного смерча Однако стремительное погружение судна на дно Вызвало множество сомнений Конечно, мы шокированы этим трагическим инцидентом На месте крушения мы видели много полицейских и репортеров Но жизнь продолжается И мы продолжаем плавать в Средиземном море Средиземном море Я поплыла Добрый вечер, мы сидим в ресторанчике Очень миленьким и нам принесли в Средиземном море Так вот она выглядит Вот в такой миленькой классной кафешке мы были Заценили качество Очень вкусные морепродукты Нам понравилось Рекомендуем Опероль тоже вкусный Доброе утро, мирно Наше путешествие по Палермо подошло к концу Судите сами, понравилось, не понравилось вам Нам однозначно Да, несмотря на небольшие траблы И какие-то неприятности в начале Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Увидимся в следующих видео Ну а у нас начинается новое путешествие И мы летим в Рим Все, всем чао Субтитры сделал DimaTorzok